сейчас друзья подключим генератор и покажу вам сейчас света нема и покажу что мы сработали как вышли ситуации с фермами и как мы их монтировали чудным образом ой забыл все отключить света нема и сейчас может сегодня я думаю скорее всего сегодня а может завтра нюрка и киевлянка лежать уже сейчас должен быть опороз ну или сегодня я кажу или в ночь или завтра утром ну то есть вот так благо что есть генератор дуже хорошее дело сейчас управляемся если света нема включили воды понакачивали все ну а дробить мне не надо эту порушку я не пытаюсь подключить потому что мы всплеваем на як есть свет на дроби что на готовый то есть с ним проблем нема надумая монтировать фермы позвоним крановщику приехал крановщик сначала каже подивлюсь куда заезжать туда-сюда я его встретил вене не кажешь остатки если я за еду но у меня там подъем по глине и если я даже сюда за еду то каже я тут такого на воротю что ты даже не представляешь я отсюда просто не выйду и во первых тут ему надо заехать туда вперед на гору на глиняну и сюда сдавать задом чтобы поставить кран и монтировать фермы короче він каже при всех условиях ну если даже я сюда я как-то за еду то потом не выйду надо будет нанимать який страх то чтобы не витягнуть ну то есть на коверка им тут також ого як вы бачите следив от крайне немає а фермы стоять усе він сказав жди мороза дебелого мороза чтобы земля промерзла и тоді ми теке поста и все це было в среду и в среду включили свет почти у нас не было света почти двое суток и короче ну шо я думал думал шо робить и сварщик был укажу сварщику я продумал можно их вытянуть вручную катати шоу вообще мене даже не забить и короче пишу я думал думал поехали мы я вика и богдан у до нас тысячи мелочей купила таки веревки 20 гривень метр я брал то почти 40 метров 40 метр я взял ну багато взял воно так бата не надо было и вытянули вика держава веревки я щас покажу каким методом а мы с богданом піднімали а вона веревку натягнули фиксирую натягнули фиксирую оцю сторону було легше пиде піднімать оцю ось было тяжелее піднімать щас покажу як мы це робили и благодаря и за то что нема света мы по вытягивали фермы было жить и работе потихоньку вставали первый день в среду мы вытянули одну да и в четверг две и в пятницу вчера еще две две от этих крайних так что надо шукать плюсы а я кажу один шука причину а другой шука возможность ося так я робил я вам щас може кому пригодиться ось а так закидывал просто кому може воно если было мужиків вы больше вообще это так играючи вытяну а так что я будь авика отута ось держава виктория а так ну держать примеру а тут у нас внутри была ферма ферма я ну привязав понятно крепко и все и мы с боди піднимаем один край раз века натягуе оп мы другий раз піднимаем века натягуе мы бросаем оно держится нагрузка на веревку не да а потом мы лезем а так и по низу раз два и века натягуе три но мы сразу не один край стали мы их поднимали почти на одном уровне а потом и потом уже на самой верхней точке я хорошо шоя деревяшки ось опа абадан чуть выше и быки поставили у у посадочное место в швеллерок швеллер як воно стае если даже я ферму вот так на бок ставлю вона не не крутится вниз не стае по отвесе и в швеллеру зажимает ну я по понятно по привязывался так чисто на на всякий случай и от таким методом мы тут поставили а на тей стороне конечно было посложней мы уже последнюю стану либо там же ж не мая вагата крыши вагона то мы там ставили с лесов вот тут а вот тут а так само фиксировала веревку через свой брус поднимала и поднимала и потом атака по низу оп 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 но опасно ну так зафиксировалась с лесом и стала всю пяту эти четырё с лестница и также сама по чуть-чуть по чуть-чуть потом вставал и с богданом вот сюда на брус ося так вот поднимал и поднимал и века так сама той брус фиксировала стояла на вагоне и так само вставали на цей брус и так само оп и вставили их дядь Саня сказал нереально Стас не выдумай фигню всякую было нелегко но он как рассказал тут нам надо целого рота мужиків короче чтоб все зробить надо варить тельфера кран бабочки поставили ну в одной вес в одной форме десь килограмм больше двухсот короче вот так я тут уже лазь як начав себе дома по цим фермам да и напруги чтоб варить приваривать фермы тоже ж особо и нема ну напруга слабенько не поваришь ну и еще кажуть берегти электроэнергию поэтому сильно не поваришь ну они стоять хорошо я завязав ну чтобы знаете на десь лучше 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 веревка есть завязали все и а так все фермы поставили сейчас нам надо теперь нельзя пообрезать уже по факту и выровнять ферму нас чуть на бок выровнять и и приварить ну полностью обварить там и там веса передвигать или обваривать и обрезать ну и торцы ж так само трубы кинуть туда ну и воно видно уже направление трубы туда и все и вверху нашивать брус ну як воно обрешетку обычно и накрывать профлистом профлистом хотелось бы накрыть ну бачите не все получается именно не все получается по по электроэнергии ну як бы не было все равно слава богу что все живет здорово все хорошо и рано че пизно все равно мы их заварим ци фермы и зробил обрешетку и накрываем это хотя бы мне я думаю в зиму их накрыть потому что ну чтобы дерево не пропадало чтобы все под крышей а уже как будет под крышей тогда потихоньку будем по одной стеночке обшивать профлистом обшивать профлистом или даже крутить обрешетку я может генератор генератор роботом допустим управляющий шо на готовься и от генератора круты там пыляй болгарки все таке именно заварить что надо электроэнергию чтобы этот и тюлени покажу бабешли без крана да потратили на монтаж ферм 400 гривен ческики ну трошки по моему на ну да на веревку че или 400 или 600 гривен мы там брали на теке веревку все шесть там такими телка шла брену после потратила на веревку цешу вышел монтаж фермы так что кто там думая робите вас там человека три-четыре мужика даже и не думайте піднимайте вот такого типа фермы армянки элементарно от у меня длина больше десяти метров ферм фермы кстати насчет крепости ферм ферма ось стоит вона ну она еще не заварена ничего там хоть десять человек по центру фермы пляши вона стоит як ну не знаю як якась усилена злотавра то есть вообще не малюфта нас даже один раз мы вытягивали и положили ферму не привязану на брус а там тянуло и вона выскочила полный зверь и одна ферма один край так в рубака упал и хоть бы шо как струна дальше поднимали и потом привязали ну то есть фермы дуже получилось таки крепки ну надежно я дуже довольный ну результатом ферм понятно что мы их як разварим як разварим зверху покрутим об решетку внизу проварим по нижней части ферм 2 или 3 2 литра прогона чтобы и низа ферм связать и верх об решетки весь свяжется они конечно будет как один несущий мост то мне писала не дуже воно на такой прогон здоровый такая ферма она работает ну то просто там перестраховка в три раза и вона стоять дуже часто через каждые два метра ферма то есть и можно ставить и на четыре ну я зробил по два чтоб меню каждый стоп стоял на два метра так дуже крепкий брус крепится и брусья дуже крепкий ферму ставишь то есть и сами лизем и фермы поднимаем и все же на брус мы опираемся брус прикрученный на саморез на сколько ну крепкого усы получилось что ну я сам даже удивлен не один брус не одервался на полно расшатался на 30 ну то есть кики провазали нужно к опасно смеси с ферма листы ну и все выдержал все хорошо сейчас воно не раскреплено ничего все же надо раскреплять диагональні связи все потихоньку робить бачите як если есть желание все можно зробить а если як я царя славчик то ну цветы шо то нереально я указал то давай будешь держать веревка метта ну цена до кучи людей на понанимай людей короче ну причины чтобы биться не робить я то кажу же своим кажется давайте попробуем и мы просто попробовать первым ну крайне саму первого туда витянули переведение ой еще даже пришла мисс яку упростить цю задачу як зробить чтоб легче и уже по 2 штуки каждый день мы ставили уже более проще ну ось они отдыхают наши тюлени просто так покажи чтоб их не злякать тюлени ось вон и вот такие уже стало уже та сейчас уже туда-сюда на днях будем начинать убирать по одном отдыхает кто на боку кто як та ну видно шо растут до еды ведь богатый там и там да да хай отдыхать сегодня мы замеряли утром века века каже давай замерим скитер там на этот ну да ну ось а так получается до верху дырбу ну короче сантиметр ну в районе 20 тише надо чтоб набралось а еще короче хай набирается ну друзья так это все ждуть колыж мы поставим фермы вызовем кран кран то он каже я да я стану вам ось сюда поближе и поставлю все кажем и невестой и в него кран геяшка каже я то поставлю их элементарно ну я каже сюда не заеду а если заеду то все разворотю тут а в двори ну я и сам понимал все потому что тут своей машине заезжаешь воно ну боксу я воно все ну грязь понятно не маяш и все время иди до и сейчас и демрячка и все время иди или снег или дождь то есть воно все мокро думаешь дать а так сейчас по ситуации по ситуации потихоньку на готовом боку кришу хочу по любому накрыть ну а там як бог даст таки будет чтоб не было мы не робчим понимаем сложившуюся ситуацию в украине поэтому выходим як можем купили тут же генератор чтоб якось выкручиваться потому что поголовье не маленькое и мы генератор не используем своих нуждах и нам ну дома зачем он нас холодильники не таки уже и забыть и там особо никаких запасов мы не держим чистого пороса воду накачать таке но як свет есть на готовлю зернову группу намелем черную макуху свою макуху нас все сейчас затарено сейчас даже свет появится если сейчас должен по времени появится то там трошки нам додробить наверное килограмм 150 200 чтобы полный опять все было да но мы стараемся убрали здраво надробил убрали ну то есть не запускать ну и так стараемся подгадываем чтоб все это все равно ну его ж надо как-то скормить они же не скажут что там свет есть или нет то нет ну ладно тогда завтра подходьте насыпьте им все равно они понаедали сплять отдыхайте растут так что друзья ось фермы все стоять пожалуйста оси тут эхо будет ого-го дай ну как стены будут и крыша а так подивися вроде бы нереально их поставить еще и подумаешь кто жинка веревку держава мы сыном поднимали ну а воно уже то стоит а рассосуливать можно было шукать сколько надо всего робить и уже мене мы в середу поставил одну четверо две и дядь саня мне звонит я так подумал можем приварить який степа гусьок и повесить у тебя же есть талька на три тонн и талька и цепками поднимать я кажу саша вон и уже стоять там 2 осталось зато постами я як стоять то кажу так кажу ставили века держава не поднимала вот сюда я кышу то я же сказал а ну да не меш показал як через воно крепление и декдая полиспас типа ну воно тут ну не то что там века тоже я кажу будешь держать вона каже мене воно у верху несе вместе с ним я скажу не воно полиспас тут просто от воно на сколько тут цеплялась сама веревка по собі шо нагрузка особо сюда нема просто як мы піднимаем ферму ей надо было оцю веревку потянуть чтоб оп и зажать оп и зажать и воно як полиспас тут работа я тут так же самым бочки полиспаса на автокране стривая воно все через полиспас и жук легкое ну легка нагрузка йде як шкивки таки ну так тепер ими хочем їх но тут же я на тій стороне повыравнювся бо не стоять ну разно бою на так повыравнюю и ту сторону первую поварить низка и верх а потом ту лица сюда тоже поварить и накладывать ну потихоньку хорошо же я думаю хорошо что я так начался в зиму начался все робить уже грубо говоря каркас стоять на крыма главное накрыть а потом на крым есть время погодка зимой по одной стеночке зашивай все равно управился покормив хозяйство что робить и там допустим хороша прекрасна погода и свет есть то ставишь зашиваешь по кто стены то фронтоны ну так по чуть-чуть не спеша ще до літа времени багато а там уже на следующий год весной зальем полностью забетонируем ну еще заливкой надо подумать як что дешевше як лучше что хочется еще и залить бетоном чтобы оно не пиль не летало чтобы оно по-людски было ну то и что будем думать и так же внутреннюю часть надо сделать чтобы насыпать зерно под стенки ну то есть вот так друзья бачите все вытянули сами своей семьей вот что такое все одна семья одна команда команду и все легко легко вести таке по голове особо без нагрузки сейчас вышли света нема века каже то мне надо там мешки по перетягивать из гаража сюда и вот так и понаготавливаем если света не будет то у 4 начала 5 вечера включим генератор и будем управляться управимся потом дивимся по ситуации как что но так бы вначе сейчас опоросы ждем дай бог чтобы опоросы нормальные были чтобы тоже не прогавить и чтобы если что генератор заведем на время опоросов чтобы лампы красные робили чтобы поросята выигрались и все ну короче друзья таки дела по ангару показал рассказал и по генератору генератор со своими функциями полностью справляется ну то есть нареканий до него нема кто там думая насчет едона ну я не знаю сейчас наверно уже подорожав 1000 до 30 ну свои функции вин выполнял полностью так что всем спасибо за внимание и всем пока